Люди, всем привет из Сочи! Сегодня 25 июля 2021 год, годовщина смерти Высоцкого, умер он в 80-м году в возрасте 42 лет, сегодня день военно-морского флота, поздравляю всех с этим праздником в Сочи плюс 27, прекрасная погода, собираюсь сегодня в баню, тренировки сегодня нет, надо выходить в баню даже летом всем рекомендую, баня оздоровляет, баня имеет потрясающий косметический эффект, омолаживает и так далее и тому подобное и так, Нижний Новгород, Сочи, Сочи не проиграет, почему, потому что коэффициент просто бешеный на Сочи 2.30 Сочи последнюю игру провел с Кешли, 3-0 выиграл, я там точный счет угадал в ютюбе, прогноз был Нижний Новгород, возглавляет Саша Киржаков Саша, тренеры плохие, вот, поэтому к имени Александра мы еще сегодня вернемся, по уголовым победит Сочи, скорее всего по нарушениям пока непонятно, вот пока в 20 матчах 11-5 Сочи ведет, в 10 матчах 10-5, в 5 матчах тоже 10 на 5 с половиной, но Нижний Новгород, понимаете, статистика старая, они между собой ни разу не встречались Нижний Новгород отсутствовал какое-то время в высшей лиге, последняя игра была у них в 19-м году, они обыграли в гостях открыли советов 2 июня и вылетели, да, поэтому нет смысла рассматривать их старинные старые матчи, да, Сочи последние 6 матчей, 5 матчей не прыгает последнее поражение Сочи было 11 апреля, вот Зенита на самом поле 1-2, но это Зенит и все-таки один гол они забили Сочи, выглядит неплохо даже можно сказать хорошо, Антона Заболотного продали в ЦСКА, по-моему, сегодня увидим дебют его за ЦСКА Сочи участники Еврокубков, Кубок Конференции, они участвуют, да, но посмотрим, как Кешлю они, конечно, пройдут, посмотрим, что будет дальше судит матч Шадеханов-Павел, последний показ 3,5 желтых, одинаково гостям и хозяевам теперь по поводу имени Александр значит, арестовали всю верхушку ГАИ ГИБДД Ставропольского края, возглавлял Алексей Сафонов ну, я все говорил, имя Алексея, это финансисты, финансисты, да, можно сказать, бабки, 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 любой ценой, да обложил данью всех, то есть и номера продавал, и, значит, какие-то пропуска придумал, и черная икра шла, и осетрина шла с Астрахани, и спирт шел, значит, с Северного Кавказа, или вы, все через Ставропольский край, все через Лешу, да два заместителя были Александра, Александр, по-моему, Ткаченко, второй какой-то, какой-то, Абдрашуков, там, непонятно неважно, главное, что два Саши были, еще и четвертый Виталик, вот криминальные сам имена, одни из самых криминальных имен то есть залезть куда-то, присосаться, кормушки, и брать ртом, и жопой, ну, то, что два Александра, заместители его были это вот, главный ГАИшник Киева, тоже Александр, но его не посадили, тоже самый богатый человек Киева, один из самых богатых дочки где-то в Америке живут, там, дом богатый, в общем, Саша, ГАИшник Киева, самый главный, вот, это их цель ГАИшник Киева